Привет, я Алгоритм Ютуба, и сегодня я подобрал для тебя лучшее видео с канала Фэмили Бокс. Приятного просмотра, и смотри мне, не крым жени. Это видео настолько старое, что когда его снимали, по земле ходили динозавры. Всем привет! Вы на канале Фэмили Бокс. Вы нас давно просили о том, чтобы мы наконец-то сняли челлендж Кто лучше знает Милану? Мама против папы. Ну и конечно же, лучше всех знает Милану наша Эля. Сама Милана. Эля, она сходит с ума. Она вообще сходит с ума, она залазит вон. Боже, Милан, Эля. Ты что там кого-то ищешь? Итак, у нас да, сегодня будет челлендж, кто лучше знает Милану. Милана с бабушкой приготовила очень интересные, я надеюсь, вопросы, хотя я не знаю, что за вопросы. А мы их не знали, не смотрим. Ну тут есть папочка, мы туда не подглядывали, хотя давайте я вот так глазком. Ну там ответов-то нет, что там только вопросы. Итак, значит у нас есть вот такой вот секундомер, мы будем по часикам определять. Да, по часикам мы будем определять, не по часикам, а нам будет ровно даваться минута на вопрос, и мы должны успеть ответить, пока будет тикать время. Я думаю, чем быстрее, тем лучше, не обязательно даже прям по времени, да? А кто будет зачитывать правильный вариант? А, вариант Милана будет озвучивать просто правильно. Окей, тогда погнали. И еще, друзья, вас ждет вопрос, посмотрим, знаете ли вы, Милану хорошо. Впереди будет челлендж для вас. Ага. Так, погнали, Милана, ну что там, первые вопросы, давай. Давай, я буду зачитывать вопросы, потому что Милана читать у нас еще так быстро не умеет. А, ну хорошо. А Милана уже после того, как мы напишем ответы, будет нам их озвучивать, да? Итак. Первый вопрос. Давай, первый вопрос. Любимый Миланин цвет. Оп, погнали. Так, быстрее, пап, пиши на меня, не смотри, не подглядывай. Милана, ты тоже, а то ты еще можешь сказать что-нибудь. Я все. О, ну как-то вот это не вмещается. Да у меня тоже не сильно вместилось. Их, ловись. Ну у меня там, их, на конце. Но я ответил розовый. А я ответила желтый. Милана, а твой ответ какой? Один же цвет. Кому, а комочком, Милана, ну уже, ну, ну, ну. Розовый. У-у-у-у. Ну как розовый, ты же все время мне говоришь, что твой любимый желтый. Ну мне и тот, и тот цвет, вот этот мне нравится, и желтый яйки. Посмотрите на футболку. И у нее таких футболок просто масса. Мама, какую я сегодня футболку одену? Ну, конечно же, розовую. И так каждый день. Поэтому папа знает, что розовый цвет любимый Миланин. А мы идем к следующему вопросу. Что ты там творишь, а? Эля. Она прыгает на пол, прыгает по всем стульям, потом сверху запрыгивает на подоконник. Ладно. Итак, второй вопрос. Любимый Миланин цветок. О, блин, вот это сложно для меня. Милана, ты не перезвернула. Так, быстрее. Так, окей. Я готова. Эй, что так быстро? Может быть, Милана скажет сначала ответ, а потом мы уже зачитаем ей свои результаты. Давай, Милана. Миланин думает, кому поставить очко. Говори, какой твой любимый цветок? Роза. Откуда ты знаешь? Да ну, это же очевидно. Ромашка. Ромашка. Спряталась. Ромашка, ромашка, белый лепесток. Угадывай по одному очку. Я не знаю, ты же когда гуляешь, тебе все время нравится ромашка. Ну, извини, розу на улице сорвешься. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Это вообще дуванчик. Ну, понятно. Так, может, ее дуванчик любимый цветок. Итак, третий вопрос. Любимый фрукт? Вау, погнали. Я знаю. По любасу. Так. Блин, пусть вот так будет. Все, я написала. Да подожди, что ты так быстро-то? Так. Что там у тебя? Милана, говори, какой у тебя любимый фрукт? Манго. Как манго. Милана, какой манго? Ты яблоко ешь каждый день. Манго мне нравится вольте цветок. Мы же не в Таиланде живем, в конце концов. Ну, по крайней мере, сейчас. Манго, всегда яблоко. Ну что, папа, ты готов отвечать на следующий вопрос? Так, а что, кому засчитано очко? Никому? Я считаю, что ребятам решат. Надо бы подержать папу, сказать банан, так сказать. Банан вообще никогда не был любимым фруктом. Погнали дальше. Я бы банан вообще сейчас гад. Ну вот. Итак, следующий вопрос. Любимый овощ. Я знаю. Я знаю, это по-любому так. По-любому. Милана, не читай. Я могу сказать даже так. Вот так. Я могу сказать вот так. Огурец, огурец. Мой любимый, любимый ты овощ. Огурец. Огурец. Мой огурец. В том-то и дело, это самый любимый Миланин овощ. Никакой не холодец. Я люблю здесь огурец. Зрители, друзья, считайте, считайте, кто выигрывает. Считаю, я думаю, да. Я придумал. Давайте следующий вопрос будет вам. Итак. Ребята, отгадайте. Какое мое любимое мороженое? Какой любимый вкус у Милана мороженое? Пишите в комментариях. Внимательные должны точно знать, потому что Милана очень часто рассказывает об этом в видео, когда мы покупаем мороженое. Она всегда говорит, какой ее любимый вкус. И даже она часто бывает ест его на видео. Поэтому смотрите все свои видео и пишите. А мы идем дальше. Так, а какой у Миланы любимый вид спорта? О, так. Блин, ну это сложно. Милана так всего любит. Так, я знаю, что я напишу. Ну, я вот напишу так. Ну что? А у тебя что? Ну что, Милана, какой у тебя любимый вид спорта? Ну, Милана, ну как гимнастика? Ты так любишь коньки. Милана, ну не, подожди, ну как коньки и гимнастика? Ты же любишь танцевать все время, Донна. Я не могу понять, ты вообще наша дочь или нет? Ну погнали, что там. Так, нет, на самом деле у Миланы, ну так, чтобы разъяснить, три вида спорта любимых. Одного выбрать, один очень сложно, потому что Милана против отменять что-либо. Она хочет на все три ходить, и мы пока не смогли определиться, правда? Поэтому мы с папой тоже не можем понять, какой именно любимый, потому что их как-нибудь... Я тут у меня краш-тест, я поцарапался. Ты не прошел краш-тест. О, мой богатый. А, как ты так? Ну, не знаю. Я как-то так шел, шел. Меня вонзили нож. И так, следующий вопрос, любимая Миланина песня. Переворачивайте часы, и папа, я уже пишу. Не, ну подожди, я ранен, давай мне время побольше дадим. Любимая Миланина песня. Да, Милан, подержи. Это как будто долгая, длинная песня. Это вообще... А, Милана такая тормозит часы, типа, не подождите пока. Все, 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 вот, как будто все. Что там у тебя? У меня хулиганит. Меня так тянет хулиганить. Но меня тянет хулиганить. А у меня в это время... Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай. Все будет хорошо. Ла-ла-лай-лай-лай. Куда бы ты ни шел. Не знаю, какая у меня очень любимая песня. Нет, подожди, какая у тебя была любимая песня, когда ты загадывала вопрос в голове? Нет, выбирай, какая твоя любимая песня. Я папу жалею. Папа, ой. А, следующий вопрос. Давайте мы спросим, какой любимый Миланин канал на Ютубе? Вау, шаг. Ой. Я написала. Ну, у нее, мне кажется, вот этих два любимых канала, но я даже не знаю. Что? Покажи. Кикидо и Валера. А, у меня Кикидо и ФФГ-ТВ. Милана, а какой твой любимый канал? Валера. 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 Не, подожди. Валера. А Кикидо же ты тоже смотришь. Кикидо и Валера. Не, подожди, вчера ты смотрела Фанни Фэмили Геймс ТВ целый день. Ну, Кикидо и Валера, она же сказала, что. Так она Фанни Фэмили Геймс ТВ тоже смотрит. Хотя, зачем она его смотрит, я не могу понять. Она все равно там снимается. Ну, ладно. Погнали дальше. Так, давайте дальше. Любимая Миланина одежда. Вау, 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 вау. А, я знаю. Так, сейчас я напишу. Так, подожди, папа. Пусть Милана сначала скажет любимая ее одежда. Да? Платье. Вау, 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 вау. Ну, я тоже написала платье. Юбка, платье. Да, мама, маме очко. Что? Я в гневе. Как маме. Откуда я знал, что существует слово юбка еще? Блин, ну как так? Кто выигрывает? Я не могу понять. Мне кажется, что я проигрывать начинаю. Так, любимая Миланина игрушка. О, начинается. О, я знаю. Время пришло. Время пришло. Все, я готов. Нет, подожди. Что там? Три буквы написал, да и все. Ну, я прав? Да. Ну да, что ли? Нет, подожди. Твоя какая любимая игрушка? Что там мама накалякала? Да какая собачка, мама? Я тебя умоляю. Ну, ты же все время с этой собачкой ходишь, не расстаешься. Ты с ней спишь, ты с ней ешь, ты с ней ходишь по дому. Нет, нет. Ты с ней гуляешь. Что происходит? Милана просто боится кого-то обидеть. Ей хочется, чтобы победили все. Она хочет, а ей жалко, чтобы... Ты сказала первое папе, поэтому папе очко. Нет, нет, маме. Часто она с лол играет, поэтому не надо мне тут. Нет, нет, маме. Слушай, да ты постоянно в них играешь, в эти лол. Что там такое? Переходим к следующему вопросу. Любимая Миланина обувь. Ну что, папа, давай подожди перед тем, как озвучивать. Милана, какие твои любимые обуви? Туфли. Ну, как правило, когда Милана сама отвечает, у нас с папой не совпадает вообще. Ну и что у тебя? Ну, у тебя что? Ну, подожди, мы все вместе угадали, что ли? Мы сандали написали, а у нее туфли любимые. Ну, вот решайте, как вы думаете, сандали и туфли это одно и то же, нет вообще? Я без понятия, почему она решила, что туфли. Милана, туфли и сандали в твоем понимании это одно и то же? Да. Так, ну давайте. Тогда мы по одному очку с папой. Да, давайте нам по одному очку и выигрывает. Последний вопрос еще. Последний вопрос. Какая у Миланы любимая книга? Вау. Вы знаете, папа, вот самое главное, Милане не показывай, что ты пишешь, иначе потом ответа не дождешься. Так мы все равно прописаны. О, я вот, ну вот как-то так, не знаю, накалякал. Итак, раз, два, три. Итак, давай, Милана, какая у тебя любимая книга? Ну, давай, мама. Энциклопедия. Энциклопедия. Конечно, энциклопедия. А как же эта книга? Папа, эту книгу наш ребенок читал, когда я была года два. Вы еще знаете, что это за книга? Вот юный Джеральд, он жираф. Высокий рост, учтивый нрав. Мы выучили эту песню с папой наизусть. А что в коленках он? А что в коленках слабоват? Уж в этом он не виноват. Он жил да в джунглях пожевал. Листочки синие жевал. А бегал он вот так. Разгонится и шмяк. Так нечестно. Друзья, посчитайте, кто там вообще выиграл. Кто выигрывает, я не знаю. Милана, как ты думаешь, кто выиграл? Элька. Элька выиграла, походу. Она лучше всех знает Милану. Но я думаю, что ребята напишут, а мы определим победителей из зрителей, когда они ответят на вопрос Миланы. Папа больше не наш. Милана, ты понимаешь, что ты сама сейчас свалишься? Ну я тогда пошел от вас. Друзья, ну да, напишите, кто выиграл. Я думаю, что вы сделаете правильный выбор. Я все правильно... Ну хватит уже. И в правильный выбор я все правильно. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Пишите в комментариях. Ну круто ведь, скажи. А? 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 Простите за лагал. Следующее видео появилось ровно в тот момент, когда мой дед пошел охотиться на мамонта. Ребята, всем привет! Сегодня у меня будет челлендж для родителей. Кто лучше меня знает? Погнали! Ребята, я приготовила разные множество вопросов, на которые они должны ответить. Посмотрим, кто правильный ответит. А вы пока они готовятся. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Люблю! Так, и что ты там нам приготовила? Какой первый вопросик? Йоу! Ребята, кстати, а вы отгадывайте вместе с моими родителями. Посмотрим, может быть, вообще вы будете знать меня лучше. Пишите в комментариях. Итак, первый вопрос. Я пришла на концерт. Как вы думаете, какой бы билет я взяла? А-а-а, билет взяла... Перед вами два писта. Нам нужно выбрать, на кого бы ты пошла послушать концерт, да? Да. Так, пап, что насчет три? Да, давай раз, два... Ай, подожди, это такой сложный выбор. Подожди, подожди, подожди. Раз, два, три. Вау! А-а-а! Подожди, что, серьезно? Да-да, мы одно и то же выбрали, да. Руки! Милан, мы выбрали вот такой вот вариант. Скажешь, какой был правильный? Внимание! Правильный! К сожалению, ребятки, вы отгадали! Почему тогда, к сожалению, на концерт Моргенштерна ты бы не пошла, а пошла бы на концерт Дани Милохина. Я понял. Это, знаете, это я такая, сразу-таки, фу, слава богу. Ну, как бы по возрасту, просто пока еще рано. Вот и все. Так, мы, получается, себе одну вот эту вот штучку складываем. Постер, да, все. Вы ответили вместе правильно. И что там за вопрос-то следующий? Ага. Следующий вопрос. Итак, представьте себе такую картину. Мы приехали в Дубай. Куда я поеду в первый день? Вы приехали в Дубай с кем? С родителями? Да. Итак, ты куда пойдешь? У меня нарисовано море и нарисован торговый центр. Шопиться или купаться? Шопиться или купаться в первый день. Как вы думаете, куда пойдет Милана? Давай на счет три. Это сложный. Я знаю, куда. По-любому. Раз, два, три. Море? Так, Милан. Куда ты пойдешь? Да, он сразу пойдет тратить деньги в торговый центр. Куда ты пойдешь в первый день? Куда ты пойдешь? Барабанная дрожь. В торговый центр. Учись, детка. Я ведь знаю свою дочь. Да это неправильно. Так быть не должно. Второй вопросик. Какой второй, когда третий? Алло. Мы с ним с подружкой в кафе. Она заказала себе бургер. Что закажу я? Так, подождите. Вы сидите подружкой в кафе. Она заказала бургер. Что закажу я? Что закажу я? Милана тебе уже приготовила вариант. Вау. Ребята. Ну, это сложный выбор. Потому что я знаю, что Милана любит и то. Я бы заказал себе сразу два этих блюда. Я говорю, это сложный выбор. Потому что Милана любит и то, и то. И суши, и пиццу Милана любит очень хорошо. Очень сильно. Ну, надо выбрать что-то одно, да, Милана? Пап, ты готов? Ну, прекрати. Не подглядывай. Подбегни мне, Милан. Я там жду. Давай. Ладно. Раз, два, три. Суши? Милана, что бы ты выбрала? И правильный ответ, к сожалению, вы... Ну, не тяни. Как вы могли это сделать? Как вы могли... Что? Что, Господи? Отгадать. Понятно. Итак, у нас с папой появился еще один балл. И по итогу трех раундов... А пиццу я бы тоже заказал. Йоу-йоу-йоу. По итогу трех раундов у тебя, папа, три очка, а у меня одно, да? О, у меня два. Пока папа лидирует, переходим к следующему раунду. Готовы? Да. Какую машину? Подождите, можно я задам этот вопрос? Нет. Все, молчу. Какую я куплю машину папе? Ты что, с ума сошел? Да? Нет. Это же так вам звучит? Нет. Нет, вопрос будет не так звучать, видимо. Какую машину я куплю, когда вырасту? Ламбу или Феррари? Ребят, нажимайте в комментариях. А папе... Папе тачку. Покатаешься, ладно. Вот так вот. Так. Так, то есть Ламбу или Феррари? Когда ты вырастешь, ты купишь себе какую-то машину, да? Угу. Ламбу или Феррари? Как вы думаете, какую машину купит себе Милана? Ребят, напишите в комментариях прямо сейчас. А я думаю, что она себе купит... Я выбрала. Готов? Да. Раз, два, три. А ты что выбрала? Ламбу? Да. А я Феррари. Милана? Угу. Что бы ты купила себе? Правильный цвет. Пшшш. Бшш. Пшш. Ламба. Тан-тан-тан. Ламбу? Да. Блин, да вы что? Да Феррари что же классная. Вы посмотрите на нее. Красавица просто. Луили. И счет становится равным. Три-три. Ха. 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 Ламба, конечно, тоже классная. Не, они очень классные так-то. А, кстати, Феррари стоит дороже. Ха-ха. Да ну, ясно что. Милана, мы готовы переходить к следующему раунду. И у нас уже перед нами лежат картинки. Расскажи, что за картинки. Следующий вопрос. Какой мой любимый фильм? Мама точно знает. Это два Миланинных любимых фильма. Остин и Дорога домой. Или Путь домой. Подожди, в одном фильме какая-то башмак с собакой. Я не знаю, что это такое. Во втором фильме рыженькая девочка с лошадями. Это все потому, что папа работает за компьютером, монтирует видео. И поэтому не сидит вместе с Миланой, не смотрит фильмы, как мама. Поэтому в этом раунде победю, наверное, я. Но посмотрим. Ну, вы же хотите, чтобы видео были интересные, хорошо смонтированы, смешные и так далее. Поэтому папа сидит. А кто на фильмы смотрит? Папа умный, мама красивая. Все по классике. Четко. Итак, готов? Я не готов. Я не знаю, какой тут вариант выбирать. Вообще прям. Раз. Ты готов? Милана. Милана, не подсказывай. Милана. Подмигни папе. Нет, ну она делает вот так. Ну я ничего не могу понять. Это что означает? Подмигни. Ладно, я подмигну. Ладно. Раз. Раз. Два. Три. Выберу вот эту девочку. Милана, давай говори. Подожди, я вот эту выберу. Папа, ты был так близ к победе. В смысле? Вот так? Эээ, да? Или вот так? Подождите, на раз, два, три поднимаем листы, пока все отпустили. Так, ладно. На раз, два, три. Раз, два, три поднимаем. Ну говори уже, да. Подожди, у нас дома собака. Тут такой миленький щеночек. Грустный. Ну по-любому же ты выберешь это. Я же знаю тебя, ты любишь собак. Что ты там подмигиваешь, я не понял. Я подписчикам. Ну. Милана, озвучивай. У меня уже руки трясутся. Дай мне ответ у мамы. Правильный ответ у меня. Это провал. Это эпик фейл, папа, эпик фейл. Но вообще, по-моему, просто мама обязана знать дочь лучше, чем папа. Вот я не знаю, напишите в комментариях, вы вообще смотрели эти фильмы? Я один их не смотрел. Ну а мы переходим к следующему раунду. Шестой раунд и я обливаю... Шестой раунд и я объявляю наш челлендж открытым. Какой мой любимый блогер? Что? Блогер. Блогер? Влад или Даня? Ты готов? Не совсем, как бы... Я даже не готов. Ну, как бы, я просто видел, что она и того, и того смотрела как-то. Ну так, давай. Раз. Два. Три. Милана, давай, говори. Говори. Конечно же, и Данечка. Милахин. Я угадал, серьезно? У-ху. Данюшка. Данюшка Милохин оказывается... Любимый блогер Милана, надо зачем. Интересно. Так, ладно. Ну, как сказать, Данюша, мне нравятся и Dream Team House, и Даня Милохин. Следующий раунд. Моё любимое мороженое. Карамельное или ванильное? Вот моё я знаю, какое здесь точно любимое. А Миланина? Раньше я знаю, что у неё был любимый... Вон туда, смотри. Вот. Всё. Вот это поворот. Ты мне тут не носи, давай. Раньше у неё был любимый вкус вот этот. Ага, а теперь вот этот? Но какой у неё любимый вкус сейчас, довольно сложно сказать, потому что она по очереди просит о новом и другое. Поэтому я, честно говоря, буду отрубнять время. Давайте, на счёт три. Раз, два, три. Милана, какое у тебя любимое мороженое? Конечно же, ванильное. Этому городу нужен герой. Им буду я. Жизнь удалась. Интересно. Следующий вопросик, Милана, я готов. Я не попробую. Делать маму по полной. С какими из этих блогеров я знакома лично? Ну, это довольно простое вопрос. Да, очевидно, по-моему, вот с этой девочкой. Ну, я смотрю, вы ответили вместе правильно. Катя Адушкина. Окей, поехали дальше. Это был такой вопрос, видимо, на разминочку, да? Лёвки, а я, кстати, по-прежнему лидирую. Что я выберу? Роблокс или Майнкрафт? А это уже поинтереснее. Так, что она выберет? Роблокс или Майнкрафт? Как вы думаете? У нас Майнкрафт установлен на Плейстейшн. Она в него играла. И играет. А Роблокс у нас установлен на планшете и на ПК. И она играет и там. Я думаю, что всё-таки вот этот вариант. Я смотрю, вы опять ответили правильно. У вас, я по-прежнему лидирую. Зашибись. Мне надо расслабиться с соком. Ногу. Расслабилась? Поехали дальше. Да. Погнали. Что там у нас? Следующий вопрос. И следующий вопрос. Давай. И что там у нас? Глент, Кобяков. Глент, вот бумага. Вопрос. Айфон. Или Самсунг. Айфон. Или Самсунг. Или Самсунг. А, то есть нужно выбрать, какой ты телефон себе выберешь? Да. Давай на счёт три. Давай на счёт три. Раз, два, три. А! Сейчас кто-то победит. А кто-то проиграет. Потому что два варианта разных мы с тобой показали. Подожди, она же всё время в твоём Самсунге сидит. У тебя Самсунг. Это у меня айфон. Милан. Айфон или Самсунг? Я-то выберу айфон. Папа, когда я сидел в последний раз в Самсунге? Да постоянно, когда ты забываешь свой телефон, ты берёшь мамин и зависаешь в её телефоне. А у неё Самсунг... Вот именно то, что когда забываю. У меня-то свой айфон. Вот чёрт, я забыл про это. Итак, Милана, правильный ответ айфон. Чёрт, не положено. Да, правильный айфон. Отлично. Понятно. А теперь у нас равное количество баллов и у папы, и у меня. Серьёзно? Мы переходим к следующему раунду, а тем временем у нас следующий вкусный раунд, и Милана озвучивает свой вопрос. Яблоко или огурец? Что значит яблоко или огурец? Да, твой любимый продукт, или чтобы ты выбросила, какой вопрос? Так, что я люблю больше? Яблоко или огуречек? То есть, что ты выберешь из этого, да, когда будешь кушать? Это очень сложный вопрос. Блин, реально. Не, я думаю, что всё-таки вот так вот, по-любому. Возьму вот это. Ой. Угу. И мы ответили. Оба неправильно. Почему? Яблоко? Ну? Что ты молчишь? Загружка. Огурцы, ладно, пошутила. Вот я-то знаю, что ты огурцы лопаешь-то больше всех у нас в доме. Папа только пришёл с магазином, с пакетики огурчики купил. Вроде собираюсь их положить в холодильник, а из пакета уже нет огурцов. Они уже съедены Миланой. Вот так вот, друзья мои. Пап, предлагаю посчитать плакаты. Раз, семь и восемь у меня. А у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь у меня. Значит, я свою дочь не так-то плохо знаю. Плохо знаю, да. Окей, переходим к следующему раунду. Посмотрим всё-таки, кто лучше знает Милану. Золотая часть, золотые цепи. Угадай, где я не дома. Мэйби. Погнали. Окей, погнали, да. Лошадь или собака? Что лошадь или собака? Кто тебя раздавит? Кого я люблю больше, лошадь или собака? Я готова ответить. Я тоже. Ой, там собачка такая миленькая и лошадь миленькая. Я уже ответил. Собственно, Милан, кто? Слава Богу, у нас дома лошади нет, о том, я не знаю, где бы она сейчас стояла. Сзади вот здесь, прикинь, как... Так, и что, Милан, мы правильно с папой ответили? Да, ну, Настя, класс. Нет, неправильная лошадь. Ты серьёзно? Да. Да, там лошадь к тебе. Ты серьёзно, что ли? Ты серьёзно? Серьёзно. Ты предала лаки? Нет. Ты серьёзно? Настя, серьёзно. Ты не верил. А лаки? А лаки сейчас всё слышит и плачет, между прочим. Он вообще-то спит. Она такая в тишку решила сделать, пока он спит, да? Что, мы неправильно ответили оба? По всей видимости, мы не так хорошо знали Милану, как я думала. Нет, я знаю то, что она сейчас увлеклась лошадями, там, скачками, там и прочими, но... Ну, чтобы на столько. Ну, ладно, окей. Ну, проверим. И следующий вопрос. Последний. Решающий раунд у нас остался. И это значит, папа, что если сейчас выиграю я, значит, победила я, если выиграешь ты, значит, победил ты. И сейчас мы узнаем, кто на самом деле лучше всех знает Милану. Это вот, это решающе. Какой наряд я выберу? А, какой наряд ты выберешь из этого? Угу. Тут, короче, два лука. Ребят, вот смотрите, вот такой лук и вот такой. Нужно выбрать, какой Милана выберет наряд. Я думаю, что без вариантов просто вот этого. А я возьму вот этот. И сейчас посмотрим, что скажет Милана. Милана, предлагаю вот так. Какой из этих нарядов ты бы выбрала? Покажи всем. А вы знаете, никакой. Мне ни то, ни то не нравится. Что? А? А? И как тогда? Мне нравится мой мерч. Ребята, вы хотите посылочки и покупайте? Мне он очень нравится. Получается ничья? Получается так. Ну, наверное. Так получается, из этого наряда ты выберешь только свой мерч? Да. Поэтому ты сейчас в нем одета? Да. Поэтому мама лучше знает? Да. Нет, ну в этот раз и папа неплохо знает так. Кстати, ребята, скоро выйдет мой новый, мой первый, мой замечательный, большой, крутой альбом. Музыкальный. Да. Вы сможете смотреть его на всех плейлистах. На всех музыкальных площадках его можно будет слушать. Да, на всех абсолютно должен быть, по идее. Поэтому скоро уже, вот прям совсем скоро он уже появится. Чуть-чуть, правда. Подождите, и вы просто сможете его услышать на Apple Music, на Spotify, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Везде, 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 везде. Знаете, знаете, вот видите. В каждом городе, в каждом районе, в каждом плейлисте, в каждом доме, и уже в твоем телефоне. Альбом Миланы, альбом Миланы. На репите из всех колоннах, из машины и открытых окон, в умной ленте у всех знакомых. И теперь танцуем все вместе. В каждом городе, в каждом районе, в каждом плейлисте, в каждом доме. А что ты не танцуешь? Да. Мы такие танцуем, а она такая не танцует. В каждом городе, и в каждом районе, в каждом плейли, и в каждом доме. Простите, отвлекся. Ну а следующее видео совсем новое. И горячее, как бабушкины пирожки. С тех пор, я хочу проверить, все-таки, кто же сейчас меня вот в 11 лет знает меня лучше, мама или папа. Ты подготовила свои вопросы? Да, и, кстати, это не постаровано, никто не знает, я их сама вчера с подружкой готовила. Вот, поэтому мне очень интересно. Мне даже очень интересно, со мной. Ответы есть там, просто я, надеюсь, могу списывать вот так, если что. Нет, ответов нет. Ответов нет, только вопросы. Блин, ну мне надо брать реванш. Че там говорить, если ты уже выиграла тогда, надо уже пора папе побеждать. Ладно, погнали, посмотрим, что же там за вопросы. Самое легкое, это вначале. Самое легкое вначале? А сколько вопросов всего? 20. Оставайтесь с нами до конца, и вы узнаете не только, кто из нас лучше знает Милану, но и вообще всю правду про Милану, потому что она озвучивать будет правильные варианты. По секрету, чтобы лучше знать нас, надо подписаться на наш телеграм-канал, потому что в телеграме у нас все всегда выходит самое первое. Мы готовы, у меня есть планшет, у Димы тоже будем здесь писать. И у меня есть планшет. Короче, Милан, задавай вопрос, я буду писать, я уже от папы спряталась. Я тоже, ты спряталась от меня, давай. Самый легкий сначала. Любимый мой цвет. Раз, два, три. Оп. И что там? А теперь Милане. Бежевый. Че? Да, бежевый. Бежевый, розовый. Так а так нельзя, она два цвета написала, а я один. Вообще-то рядом розовый и белый. А я прав был. Розовый и белый. Вот смотри, я на белой бумаге написал розовый цвет, поэтому у меня тоже за два варианта считаются. Я угадал, да? Но вообще-то бежевый цвет мой любимый в одежде, поэтому... Так, короче, короче, бал мне. Почему? Пусть Милана решает, кому бал. Ну ты вообще не лезь. Два в два. В смысле один-один. Ну да, то есть... По одному балу, да? Так, лучшая подружка. Это очень тяжело для папы. Так у тебя же их много. У меня их четыре. А, то есть я четыре человека должна написать? Не, ладно. Не, давай хотя бы одного человека. Можно одно имя? Вчера у нас кто был в гостях? Я не сказала. Как ее зовут? Я не сказала. Нет. Ну хотя букву. Ну букву первую скажи. Не так не честно. Она подсказала ему. Я все. Я не знаю. Я тоже. Четыре, подружки. Две. Четыре. Две, потому что... Два. Ладно. Да? А. Ты папа смотрел, что ли? Я все. Нет. Раз. Два. Три. Так, что там? Лиза, Арина, Даша. У меня написано Лиза, Даша, Ариана почему-то и Милана. Гранда. А какая Милана? Ты так, ноугад? Милана стар. Я ее написал. А я думала написать Милена, но что-то не подумала. Потому что Лиза, Арина, Даша, Саша. Саша. Саша, привет. Кто был ближе? Кому балл-то в итоге? Мама. Может, у нее не Ариана? У тебя Лиза, Даша и Ариана. А там Арина. Так вот именно, что имени-то неправильно написал. Так, короче, один-два. Да. Два-один, мама, видео. Следующий вопрос. Любимый вкус мороженого. Это легко. Вкус мороженого? Любимый, да. Не поместилось. Слово я сделаю. А, кстати, знаете, они такие странные. Они пишут вот такую-щую букву. А. Р. Я сейчас такие, блин, что-то не получилось. Не поместилось. Странно. Я все. Я все. Готов? Раз, два, три. Ну, я выбрал ваниль. О, ваниль. Ваниль. Ну, и написал еще белое мороженое снизу. Белое мороженое. Всегда любят белое мороженое. Ну, белое мороженое. Каждому по баллу. Да? Есть. Я знаю своего ребенка. Следующий вопрос. Любимый фильм или сериал? Я вам постоянно про него говорю. Мама, мне кажется, запомнила. Папа не уверена. Потому что папа всегда такой. Ага. И вы классно. Понятно. Раз, два, три я готов. Раз, два, три. Что там? Ну, я тоже самое. Смотри. Ну, ладно. Да, да, да. Ну, вот. Так что не надо. Там папа все время что-то дала-дала. Каждому по баллу. Каждому по баллу. Любимый фильм. Так, еще. Название надо фирму дать или... Ну, допустим, там мохито, лимонад, не знаю, сода какая-то. Ну, ты уже все перечислил. Никакой ту из этого надо написать. Лимонады такие, все клубничные, и валюты, и лимонад даже. Все, я пишу. Я все. Раз, два, три. Так, давайте, что там? А из сладокарамельная мятная мохито. Блин. А что правильно? А это я... Я так и думала. Я, знаешь, хотела тебе сказать. Я тебе хотела сказать... Папа! Я тебе хотела сказать, что бы ты попила прямо сейчас? Ну, блин. Я бы не пила ничего, потому что у меня сейчас горло прозрит. Короче, ладно. Каждому по балу. Каждому по балу, значит, 6-4. Так. Я знаю, что ты мятный мохито любишь. Да. Я знаю, что Милана заказывает всегда айс карамельный латы. Всегда, абсолютно. Следующее. Любимый блогер, сразу подсказка. Вы должны называть трех. Да нет. Да, это сложно. Те, кто не называют троих, тот сразу. Все. Это девочка, которая красится. И два мальчика. Одного вы с тобой не знаете, а второго не убежит. В том-то и дело. Девочку, которая красится. Помнишь, тебе еще рассказывать? Кто там? На Дэшу. Даша, ну, не, давай, давай. Ну, не ладно, блин. Да мы на этот момент посмотрим. Еще, еще Ваньки, знаешь, граф какой-то там, Даша. Так, ладно, окей, давай хотя бы покажем то, что мы написали. Хорошо, ладно. Ты что-то написал? Ну, как-то да. Что-то как-то да. А он знает, ну, чего как зеленые волосы. Все, раз, два, три. Мистер Вист и Мист Хелл. Какой Мист Хелл? Мист Хелл. Пофиг, почти, почти угадал. Он вообще не Мист Хелл, а Мист, ой, Миллс Хелл. Главное, я вспомнил, что у него зеленые волосы. А у меня Даша Дракула. Дарья, граф. А, Дарья, граф. Ну, я же был ближе. Я говорю, Даша и граф. Я угадал двоих почти. Только одну букву ошибся. Ладно, пусть будет у папы. Папы, да, балл. 6-5, папа приближается ко мне. Поехали. Любимый вид спорта. Которым любишь заниматься или на который любишь смотреть? Люблю заниматься. Это не только танцы. Потому что танцы, это понятно. И в этот момент папа. В смысле? Я раньше занималась этим. Это не гимнастика. Но я этим раньше занималась. Это не акробатика. Поехали? Я думаю, готово. Раз, два, три. Что это? О! Кони, это значит иго-го. А я правильно был? У меня коньки. Да, у тебя коньки. Да, папа правильно. Офигеть, 6-6. Счет становится равным. Когда твоим любимым спортом стали коньки? Ты занималась лет так 10 назад. Вообще-то 6. Любимый бренд? Готово. Готово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты че? Да что ж ты там? Да никого. Кого подсматриваешь? Я уже давно жду, пока она допишет. А что? Я тоже, между прочим, подсвет написал. Все как надо. Любимый бренд косметики. Не, ну мне вот это зачем информация? Я твоя дочь, что уже знать. Если че, ну даже буду я знать, и что мне от этого? Ну будешь ты пользоваться мархрухом, кандихухом или пундахухом, и что мне от этого? Готов? Да подожди, у меня еще ничего не написано. Ну хотя бы букву подскажи. Смотри, вот первый я тебе могу подсказать букву В, третий Д, и второй ВДВ. А второй М. И тут мне стало все понятно. Виктория Секрет. Это не бренд косметики. Ты готов? Да не готов, я что, я не знаю никаких брендов. Ну просто сдавайся. Сдавайся. Я не знаю. Вот так, вот. Ты все угадала? Ну так. Ну так понятно, блин. Это девчачий вопрос. Я не знаю, все, мой вариант вот. Что, черный кран? Да. Короче, все, поехали. Короче, вот у мамы отгадала. Мак, Диор и Венцебо. Очень сложно для папы. Любимая форма ногтей. Че? А че, у них есть название, что ли, форма? Че, блин. Для кого эти вопросы? Любимая ногти. Да блин, откуда я могу это знать? Шума? Мандарин? Металь? Нет. Нет. О, подожди, я тогда сейчас. Французский манитюр. Мой вариант. Он такой полуквадратный идет, как бы такой, полукруглый и квадратной формы. И еще на конце такой белая красочка такая. Сделано. Господи, как это объяснить? Я люблю квадратную форму. Любимая предметка. Это, ну, типа, не зеркало и, там, бард. А, блин. Я готова. Поехали. Раз, два. Ты любишь, если это было правильных предметов? Да ты не любишь английский. Че ты чешешь? Ты любишь литературу. Ты хочешь выучить английский, но это не то же самое, что любимый предмет в школе. Так, ну, дальше. Любимое корейское блюдо. Корейское? Да. Хурэн знает. Короче. Да, Коран, что писать-то? Короче, мы все поняли, что самое любимое Миланино блюдо это макароны. Это реально. А, да. Ну, ты же сама сказала, Роман, а что писать? Ну, все это было. Любимый исполнитель по песням, именно в музыке. Ого. А, давай. Это группа или нет? Да, я тоже хотела сказать. Любимый исполнитель в России, который. Так, российский исполнитель. Это группа или это один исполнитель? А, не скажу. Мы должны написать одного исполнителя, или мы должны написать три или там четыре варианта. Не надо вот эти 33 варианта. Я уже написал, все, раз, два, три. Пальчика три. Но если один, значит, ты проиграл. Да-да. Уйди, блин. Еще не буду с тобой это видео записывать. Я не вижу, что писать. Троха, что ли? Неадекватный. Короче, и в этом челлендже победила у нас... Папа! Так, я уже показала тоже. А что это первое написано? От Будо? Отж. Это какой-то соус мексиканский. Отж. Отж Будо. Отж. Очень жесткий. Короче, мама выиграла. Отж Будо, Лав-66 и Скали Милана. А папа проиграл. Я написал Пугачева, Лав-66 и Киркоров. Отличное сочетание оркестров. Милана, это же моя доченька. Я ее знаю лучше. Но мы тебя тоже любим. Это нормально, что ты не знаешь женские какие-то истории. Папа, сиди. Сейчас я тебя обниму. Давай, кто сильнее друг друга обнимет. Я тебя задушу. Только не сильно. Давай, кто сильнее обнимет, только не сильно. Вопросов у Миланы еще много. Поэтому, если вы поставите очень много лайков и напишите в комментариях внизу, что вы хотите продолжения, то мы продолжим и узнаем еще много подробностей о Милане. А пока подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все наши телеграммы. Что? Я хочу сделать так. И победила Грюша. Я думала, ты как в ринге меня поднимешь, и я сделаю... Да будет меня щекотать. Победила я. Победил папа. Что это? Ладно, победила папа. Да. Вы были на канале Фэмили Бокс. Да, своя шутка только для того, чтобы подать. Ну, что за вопросы, ее мое? Чисто женские вопросы, потому что у тебя девочка. Я уже три раз проиграл. Фига себе. Всем привет. Меня зовут Милана. И я приглашаю именно тебя на свое влог-шоу. Долгожданное событие. Наконец-то мой сольный концерт. Мы будем танцевать и тусить все вместе. Тебя ждут самые яркие впечатления. Переверки эмоций и незабываемая атмосфера. Приходи. Я жду именно тебя.